Привет, друзья! Вы на канале Настолки Лайф, и сегодня мы с Аней принимаем в гостях Пашу и Яну, а играть будем в карточную игру, которая называется Маскмен. Погнали! В настольной игре Маскмен мы с ребятами устроим состязание рестлеров. Всего в игре тут такая есть колода карт разных рестлеров и жетончики, которые отвечают за ассоциацию с этими рестлерами, а также чемпионские поясы, на которых есть победные очки. Мы сыграем 4 раунда, то есть 4 рестлинговых сезона. Игрок, который набрал больше всех очков, станет победителем. В начале каждого раунда я раздам всю эту колоду карт между всеми игроками. Мы определим первого игрока и будем ходить по часовой стрелке. Задача каждого игрока избавиться от всех карт на руке. Это будет приносить ему больше победных очков. Первый, кто выходит из раунда, 2 очка. Следующий, кто выходит из раунда, 1 очко. Затем 2 игрока доигрывают раунд до конца. И кто остался в раунде последним, получает пояс с минус 1 победным очком. В свой ход игрок будет из руки разыгрывать карты рестлеров по следующим правилам. Если сила рестлера неизвестна, а мы будем это знать, потому что когда сила будет определяться, мы вот этими жетонами будем определять ранг рестлеров, кто сильнее какого. Так вот, если сила рестлера неизвестна, игрок может сыграть карту этого рестлера из руки в экземпляре одной штуки. Ни больше, ни меньше. Следующий игрок должен будет побить этого рестлера. Например, я сыграл зеленую карту, и теперь у нас на арене появляется зеленый рестлер. Ход переходит к Ане, и она должна перебить этого рестлера другим, более сильным. Но мы не знаем, кто сильнее. Поэтому Аня берет две карты оранжевого рестлера, потому что их больше на одну, и перебивает зеленого. Таким образом, мы знаем, что оранжевый рестлер сильнее зеленого. Дальше ход переходит к Яне, и она будет перебивать оранжевого тремя картами. Например, у нее есть синий рестлер в количестве трех карт, и она перебивает. И вот у нас уже получается какой-то ранг рестлеров. Больше трех карт игрок сыграть не может, поэтому Яна выигрывает этот круг. Карты сбрасываются, и теперь ходит она. Она может ходить с рестлеров, которые уже известны, и если их сила известна, она может за раз сыграть любое количество карт. Но, например, она ходит с зеленого рестлера. Мы знаем его силу, сыграв две карты. Ход переходит к Паше. Он может перебить его любым рестлером, который сильнее. Но мы не знаем силы фиолетового, белого и серого, ну или розового. И если Паша сыграет три розовых карты, то мы будем знать, что розовый рестлер сильнее зеленого. Но как он находится вот в иерархии с оранжевым и синим, мы еще не знаем. Это мы будем сами определять уже по тому, как будет протекать раунд. Все, три карты сыграны, отправляется в сброс, и ходит Паша. Он ходит с двух оранжевых. И если я перебью два оранжевых тремя розовыми, мы точно будем знать, что розовый сильнее оранжевого. Также я могу оранжевых перебить синим. Но, когда мы точно знаем, что один рестлер сильнее другого, я перебиваю более слабого рестлера тем же количеством карт. Я не могу сыграть три синих карты. Я обязан сыграть две. Таким образом, я перебиваю Паши на оранжевые карты, и ходит Аня. Она разыгрывает, допустим, три розовых, и таким образом мы выясняем иерархию вот этих четырех рестлеров. Опять карты ведут сброс, и снова ходит Аня. А еще, это, наверное, логично, но я это не проговорил, что две зеленых карты вот в таком случае могут быть перебиты не только оранжевым рестлером, но синим и розовым, потому что они сильнее, чем зеленые. То есть не все сильнее, чем зеленые. Также хочу вам напомнить, что в свой ход игрок может просто спасовать, тем самым передав ход следующему игроку. Но это не выход из раунда, это мягкий пас. Когда круг дойдет до этого игрока снова, он снова сможет сыграть карты или, опять же, сказать пас. Четыре раунда, сумма за четыре раунда очков, и победит тот, кто набрал больше всех. Итак, я раздал по пятнадцать карт, и я также являюсь первым игроком, поэтому мне нужно начать. Очень важно правильно распределить руки в руке. После Скаутеншоу. Карты в руке, чтобы, да, понимать, на что вы... Может быть, я не хочу распределять, хочу вас запутать. Хорошо, как скажешь. Давайте начнем серое. Угу. Фу. Ладно. Серое. Так, давайте ответим вот так вот. Угу. Так, выкладывайте рестлеров. Оранжевый сильнее серого. И я кладу... Три зеленых. Все. Этот сброс Яна начинает на вокруг. Угу. Две серых могу получить? Да, да, пожалуйста. Серые известны, поэтому можешь начать с любого количества, но не больше трех. Угу. Тогда... Три серых. Поломала тебе, да? Чуть-чуть. Да. Паша. Ну, а тут либо три оранжевых, либо три зеленых. Других вариантов нет. Пас. Угу. Ну, это точно закончилось. Аня ходит. Так. Давайте вот так вот. Синенько. Голубой уходит. Появился тут. Угу. На ринге. Угу. 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 Ого. Угу. Фиолетовый появился. Неожиданно. Ну, я все еще... Три сыграно. Да, я не взял уже. Неизвестно по силе, кто сильнее фиолетового. Вот это. Угу. Две синих. Оранжевый. Угу. Так, он у нас сильнее оранжевый. Вот, вот так. Да, надо новое создавать. Вот так. Угу. Вот так. Так, все. Все, да. Аня. Угу. Ну, давайте вот так. Фиолетовый. Фиолетовый. А на фиолетовый я могу сыграть... Только розовый, зеленый. Розовый. Или зеленый. Да, розовый. Два розовых. А на розовый я могу сыграть и зеленого. Только зеленого, правильно? Только зеленого можешь сыграть. Только трое. И только три. Так, да, видимо, пас. Это пас. Так, ну я тоже пасу. И я. Ты... Угу. Так. Ну и... Это твои карты были, ты ходи. Угу. Давайте. Три синих. Ух. Паша? Их берегает только тройка, да? Да. Только тройка, да. Пас. Так, я на три синих сыграла. Три фиолетовых. Пас. 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 Все, можно залетой. Две синих. Три синих. О. Ого. У нас. Угу. Интересно. До последнего просто неизвестно вся. Пас. Пас. А, подожди, держи. Я же могу. Я же могу. Ну давай три розовых. Итого... Подожди. Нет, только ты не можешь так. А, потому что розовый. Нет, розовый сильнее оранжевого. Поэтому я могу. Вот так. Поэтому это вот так. Вот так. Все. Так, а какая у нас... А у нас даже самая старшая неизвестна, да? А, розовая самая... Не, а зеленая непонятно. Ну и зеленая может быть. Не понятно, как они друг к другу относятся. И фиолетовая тоже. Самая слабая синяя, да, получается? Ладно, фиолетовая. Пас. Пас. Или не могу. Могу. Ну да, мы не знаем. Мы не знаем. То есть теперь у нас получается зеленая фиолетовая. Вот так, всегда фиолетовая. Ух, у меня впервые такое. Так, я пас. 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 Так. Ну давай. Это вообще самый слабый, да, у нас синий? Самый, да. Ну, пас. 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 Две серых. Так, и он с одной картой остался. То есть если вы все перебили... Две зеленых. Пас. 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 Отлично. Вошел. Ты не мог что-нибудь другое сыграть? Нет. Пас. Пас. Перебить его можно только в теории с зелеными. Только в двумя зелеными. Двумя с зелеными. Пас. Ань, ходи. Ты забрал плюс два. Да? Я одной, да, только? Или двумя? Если известная сила, то одной, конечно. Сила, да. Я вышел плюс один. Ну, я... А, угу. Так. И я, да. Да, и ты ходишь. Янг последняя в раунде, минус одночка. Какой у нас тут... Даже не объединился. Ну, да. Звозка, звозка. Ну, так редко бывает. Обычно они быстро... Ну, иерархия очень быстро выстраивается. Мы прям играли как-то. Мягкий пас в этой игре очень такая важная штука. Вовремя спасовать, не сыграть. Прям это жизненно... Жизненно важно, может быть. Так. Ходит игрок с наименьшим количеством очков. Это я. Да. Поэтому Яна первый игрок. Начнем с предыдущей, самой сильной карты. Давай, его победа почти самой славы. В предыдущем. Ага. А я... Я пас скажу. Ты скажешь пас. Да. А я побью вот так. Угу. Анечка. Так, я начинаю. Давай. Да, давайте начнем. Так, что у нас там известно? Вот так разыграем. Две синие. Угу. Так. Две фиолетовых, или бы три каких-то других? Давай, наверное, две фиолетовых. Угу. Ну, давай их отпинает в три серых. Угу. Серого, пожалуйста, наверх. Не, он фиолетовый прям. Угу. Паш. Я зайду с фиолетового. С фиолетового. Одна серая. Угу. А давайте будет две зеленых. Добавляй. Пас. И оранжевый появляется. Угу. Вообще, да, вообще другой раунд. Угу. Давай, Пашка. Три розовых. То, что раньше было самым сильным. Три синих. Теперь обижена. Три оранжевых. Это не бьется. Аня? Две серых. Две зеленых. Ну, ты что делаешь? У меня не было вариантов. О, да ты пас. Хорошо. Две оранжевых. Это не бьется. Три розовых. Пас. Какой-то я что-то не то сделала. Три голубых. Три зеленых я вышел. Ах ты ж. Ладно. Блин. Три фиолетовых. Пас. Три серых. Нифига. Это пас. Пас. Угу. Яна. Давайте вот так. Серая. Пас. Я же говорю, я ошиблась. Оранжевая. Отбой. Ну, типа, я здесь пас. Видимо, Аня тоже пас. Ну, тут нельзя ничего. Ну, да. Вышло. Ну, я пас. Пас. Один получил. Понятно. Я сыграл оранжевую, Аня пас сыграла. Просто, блин. У меня было три розовых и две серых. И я такая, ну, надо две серых, чтобы никто их не побил. И я такая, типа, зайду с трех розовых. А зашла? И вышла просто. Так, Ань, ну, ты первый игрок. Давай. Ух ты, я первый. А, потому что у меня минус одно очко. Понятно. Так, ну ладно, давайте вот так. Фиолетовый. Фиолетовый. Давай розовый. Так, фиолетовый, над ним розовый. Ага. Над розовым голубой. Ага. Есть. Паш, давай. Начнем с фиолетового. Розовый. Ну, допустим, голубой. Что? Так, я хочу положить... Два серых. Я только троечку, да, могу? Да. Потому что мы не знаем. Три серёных. Давай. Сейчас ошибка Ани. Три розовых. Пас. Три серёных. Три зелёных. Ага. А, ну, два оранжевых. Три зелёных. А, ну, в принципе, мы знаем, что фиолетовый. Оранжевый где-то вот на уровне этих трёх. Три фиолетовых. Три фиолетовых. Три розовых. Давай, три синих. Не... Не... Мы не знаем. Мы не знаем, да, он... Тебе надо четыре. А, ну, а четыре нельзя. Так, и что тогда... Он не может... Ну, только лис... Либо синий, или зелёный. Синий, или зелёный, да. Всё, пас. Я выше. ах ты жучила ты так ладно три фиолетовых обойся бога пас пас я начинаю один розовый твой любимый так мы не знаем оранжево да как относительно так получается оранжевый это вот сюда вот так ну подожди мы не знаем серый сильнее или нет просто синий добавляется и розовый добавляет все так так да ты разыграл да можно серый и я один фиолетовый один серый один зеленый пас они ты ты можешь перебивать это дальше а можешь так и я могу любое количество карта положить в общем то пас 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 и вышло до вас пас а ты начинаешь до минусы жестко 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 блин я сдал мне в руке было 7 фиолетовых карт но да если бы начинала не аня она еще началась фиолетовый потому что видимо не она одна блоки вот я как бы мне нужно было чтобы чтобы паша взял круг и зашел с неизвестного цвета я тогда мог фиолетовый превратить в хороший цвет я зашел но паша зашел блин с фиолетового да да тоже не был в одном экземпляре просто аня снова первый игрок ну да а потому что у меня минус 2 почему я постоянно радуюсь ладно давайте зайдем вот так зеленым есть два голубых я пас ты пас а я вот так сделаю загулять розовый фиолетовый яна три розовых и зеленых и три фиолетовых 3 зеленых хорош пас так 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 такие вышли такие вышли ну давайте 2 голубых 2 розовых 2 фиолетовых 2 фиолетовых пас о интересно 3 сях над тема на цвету над фиолетовым и глупых давайте Давайте три оранжевых Пас, пас От серыми Две? Ты ходишь? Я хожу, да Серые Ну только оранжевые Нет, известная сила Поэтому только одну можешь сыграть Я пас Все, это просто Просто надо вот это вот сдвинуть И положить зеленый вверх Все, у нас все известно Я начинаю Даня, Янка с одной картой Опасная ты Ну да, что делать? Еще мою руку Зеленая Класс, спасибо Так Тут надо что-то придумать Давайте вот так Пас 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 Аня решила в конце все-таки Побиться Пас 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 Ладно, фиолетовая Пас 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 На четыре у тебя два, всё. Нет, а я считаю так, кто не заработал минус одного очка. Тоже справедливо. Получилось классно. Я ещё думал, такой тайбрейкер, что кто без минусов. Ну, вполне себе, да. Ну, по последнему раунду так часто, кстати, такой тайбрейк работает. Кто последний выиграл, тот разбивает ничью. Блин, я не знаю, люблю Маскмен так же, как люблю Скаут. Классная игра, необычный механизм ранжирования карт. То есть вы... У вас просто карты с цветами, а нет значений. И вы сами делаете карты сильнее или слабее, отталкиваясь от ситуации. Вот я не знаю, как ребята играют. И я не знаю, на записи было это видно или нет, но вы могли обратить внимание, что зачастую, имея возможность ответить, я говорил пас. Это пас в этой игре прям невероятно важная штука, о которой многие даже не подозревают. Ты пасуешь с полной рукой, имея возможность ответить, чтобы люди за тебя сделали старшую масть. Ты не тратишь... Я... У меня в руке, там, 5 оранжевых. Я могу ответить, но я пропускаю, Аня бьет с тремя оранжевыми, и внезапно у меня 5 сильных карт на руке. Если я говорю 3, то у Ани 3 сильных карты на руке, у меня остается 2. А если у меня 4, то осталось бы 1. Как бы, вот этот момент паса, не все выкупают с самого начала, но это важная штука. Пасовать в этой игре, ну, как бы, это прям тех такой вот, через который, ну, надо прям играть. Классная игра, мне очень нравится, я с удовольствием всегда играю. Кайфово. Не, Маскман здоровский. Не могу сказать, что на уровне со скаутом. Скаут мне нравится больше, но Маскман тоже клевый. Как ты ранжируешь каждый раз, из раза в раз, совершенно по-разному. И даже, когда имея кучу единичек, это, конечно, не самый приятный расклад, но все равно даже с этим можно работать, если ты грамотно все подстроил, ну, сделал по возможности все, чтобы так случилось. Но все-таки, имея такое большое количество карт на руке, ты, ну, двоечки, троечки, так или иначе, все равно будет хотя бы одна парочка, и ты сможешь выкрутиться. В последнем раунде у меня не было оранжевого цвета вообще. У меня не было зеленого вообще. У меня была куча единиц. А, нет, не оранжевого, а... Ну, короче, какого-то, да. Это много фиолетового. Розового у меня не было, да. Фиолетового много было? Ну... Что скажешь? Что я скажу? Ну, для меня это, ну, одна из таких самых непростых, наверное, игр у боинков. Здесь надо, ну, во-первых, когда на этапе именно ранжирования происходит, нужно здесь наблюдать, что, как располагается, потом в карты еще свои смотреть и понимать, как их правильно выкладывать. Думаю, что надо еще играть-играть, чтобы прям понять механизм, потому что иногда я запутываюсь где-то, что, как правильно выложить. Вот. А так мне тоже оно очень нравится. Ну, прям мозги немножко так... Кипят. Мне тоже оно нравится. Я соглашусь, вот я, наверное, как Яна, еще не раскусила ее настолько, чтобы стать мастером масок. Вот. Когда-то удается свою стратегию, там, какую-то сделать, ну, платить, скажем так, когда-то нет. Ты закладываешься на то, что, вот как сказал Тимур, за тебя это сделают другие, но все такие пас-пас-пас. Ты такой, блин, ну что... И что мне теперь делать? Я заложился. Я уже тут вот так планировал. Вот. Поэтому мне нравится в нее играть, но я пока что не понимаю вот именно этих моментов, когда сыграть это, а не это. там, когда вот выгоднее выложить какой-то определенный цвет, с чего начать. Понятно, что отталкиваться нужно от своих карт, и это все очень ситуативно, но наблюдая, как бы, как выстраивается ранжирование вот этих бойцов, ну, нужно уже что-то планировать, но у меня не получается. Поэтому результат на ее с одной очко. Но это очень необычно, как мне кажется, и этим как раз и привлекает игра. Есть у этой... Я немножко... Немножко офф-то, попростите, такой термин. Есть у этой игры сестра, наоборот, это кот в коробке, когда вы играете значение, а цвет определяете сами. А вот здесь вы играете цвет, а значение очень грубое, определяете сами. Вот прикольно, прикольно играют вот с таким вот разнообразием. А хотя, казалось бы, вроде такой обычный по механизму ледер-клаймбинг, когда вы просто пытаетесь перебивать взятки все больше и больше. И классно вот это придумано, что у вас есть фикс, больше которого вы карт сыграть не можете. И от этого приходится как раз менеджить руку, а сколько карт ты можешь позволить себе сыграть. У тебя 4 карты, разбить их по парам, или сыграть 3 и остаться с одной картой. Это всегда очень сложное решение. Поэтому в идеале вообще надо прикидывать, как много вышло того или иного цвета. Ну, то есть, и сколько карт на руках у игроков. Оставаться с одной картой в руке, и, ну, будучи человеком, который не взял взятку еще после этого, после, ну, как бы, не взял раунд, круг, ну, нельзя. Ты остаешься одной рукой, и, скорее всего, это все. С одной картой сошли в руке. Это просто минус одно очко. Проверено на себе было как-то. Я больше такого стараюсь не допускать. В общем, я надеюсь, вам понравилось. Мне прям Маскман очень нравится. Я говорю, что Скаут Маскман прям... Ну, вы наверняка, когда... Не, Маскман тайбрекер так себе, а так игра хороша. Когда речь заходит о боинках, в первую очередь вспоминают, ну, что? Эту, Скаут, Стартапс... Дуриан. Дуриан, да. Вот, как бы, такой костяк игр, которые у нас в комьюнити пользуются популярностью. А могли бы вспоминать Тома-Тома-Тома-Тома? Нет. Квикити-квикити. Нет. Никакого Тома-Тома-Тома-Тома-Тома. Я очень надеюсь, что теперь, благодаря нашим летсплеям, вы посмотрите на все игры ОНГеймс, и, возможно, захотите себе не только популярные в нашем сообществе игры, но и какие-то другие. Спасибо вам огромное за партию. Не забывайте поставить нашей классной компанией лайкосик. И, да, вот так вот. А вы? Вы должны тоже быть... И вы тоже, да. Вот так. Да. Нашей компанией лайкосик. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся с вами в следующий раз. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok